Олег, давайте начнем. У нас сегодня объединенная пленарная сессия, несколько блоков. Первый блок по транспортной безопасности и второй блок – это цифровизация общественного транспорта. После пленарной сессии у нас будет еще круглый стол по безопасности перевозок, поэтому, уважаемый коллег из Росстрахнадзора, я попросил бы тоже в круглом столе поучаствовать. Я представлю состав президиума нашего. Это Рамазанов Радик Лахитович, начальник Средневоргского межрегионального управления Государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Любов Владимир Викторович, начальник управления анализа Организации выработки единой технической политики и мер по антикриминальной защищенности объектов ГУО Росгвардии. Климовский Артем Михайлович, директор Дирекции по развитию и поддержке продуктов АЭРО ГЛОНАСС, акционерного общества ГЛОНАСС. Купцов Игорь Александрович, главный государственный инспектор отдела надзора за обеспечением транспортной безопасности УГАН, НОТБ, Приволжского федерального округа Ространснадзора. Валдин Владимир Владимирович, директор по решениям в области общественного транспорта компании «Симметра» и Буров Иван Николаевич, директор проектов ПАО «Роскелепо». Коллеги, блок транспортной безопасности, я предоставляю слово Рамазанову Радику Вахитовичу. Добрый день, уважаемые коллеги. Слайды видны, наверное, да? Средневоложское межрегиональное управление является территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, в состав которого входит Республика Татарстан, Чувашская Республика, Самарская, Ульяновская области. Основной функцией управления является контроль за соблюдением транспортного законодательства, в том числе в деятельности по перевозке пассажиров и иных лиц автобусов. Осуществление контроля за соблюдением субъекта транспортного комплекса требований законодательства Российской Федерации и международных договоров Российской Федерации в сфере транспорта, в том числе на автомобильном транспорте, городском, наземном электрическом транспорте, дорожном хозяйстве. осуществляется за правилами перевозок пассажиров в багажа автомобильным городским наземным электрическим транспортом, за правилами осуществления международных перевозок на территории Российской Федерации грузовыми транспортными средствами или автобусами и контроль за выполнением требований сохранности автомобильных дорог федерального значения. Одна из важных функций Ространснадзора – это лицензирование пассажирских перевозок. Данный вид деятельности у нас регламентируется постановлением правительства Российской Федерации 16.16 о лицензировании деятельности по перевозке пассажиров иных лиц автобусами. Обязательное лицензирование пассажирских перевозок автобусами категории М2 и М3 введено у нас с 1 марта 2019 года. Введение обязательного лицензирования в первую очередь было направлено на регулирование в сфере пассажирских перевозок, а также обеспечение их безопасности. На слайде представлено количество выданных лицензий по подконтрольным субъектам нашим. Достаточно большое количество по Республике Татарстан. Могу сказать, что всего было порядка 220 лицензиатов только до 1 марта 2019 года. Представьте, насколько их количество увеличилось, в том числе и по транспортным средствам, которые включены в реестр. В целях недопущения фактов эксплуатации нелицензированных автобусов совместно с ГИБДД постоянно проводятся сверки состоящих на учете автобусов, имеющихся в реестр лицензиатов. Здесь могу пояснить, что по данным ГИБДД, например, в Республике Татарстан, я уж в основной массе буду про Республику Татарстан говорить, 17 тысяч автобусов на учете состоит. Представьте, у нас лицензия получила порядка 8,7 тысячи, то есть половина только. Но здесь можно объяснить тем, что база ГИБДД, конечно, не совсем достоверная, мы тоже сверки вот эти проводили, там есть автобусы, которые давным-давно сняты с учета, но почему-то у них в базе висят. И достаточно большое количество есть транспортных средств такой переходной категории М2 и М1, которые выпускаются, и вот они были переоборудованы на перевозку меньшего количества пассажиров. Но об этом я тоже позже немножечко скажу. Значит, в целях прекращения этой деятельности, да, незаконной, значит, административного кодекса у нас достаточно суровое наказание предусмотрено, штраф достигает до 400 тысяч рублей по статье 14.1.2. На слайде как раз представлена у нас работа в данном направлении, которая проводится Ространснадзором. Но, тем не менее, следует отметить, что факты эксплуатации автобусов, не внесенных в реестр или с нарушением правил лицензирования, имеют до сих пор еще место. Несмотря на то, что уже после введения обязательного лицензирования прошло практически три года. Вопрос пресечения эксплуатации нелицензированных автобусов, как пример, хочу привести положительный опыт взаимодействия ГИБДД Ространснадзора, например, вот в Чувашской республике. Они уже где-то порядка двух лет работают в этом направлении. Отсутствие автобуса в реестре лицензии выявляется при помощи камер фото-видео фиксации. Те же самые, которые у нас скорость там меряют и все это прочее. В фотографии после сверки с реестром поступает территориальный отдел госавтодорнадзора, где в случае наличия пассажиров в салоне автобуса в отношении перевозчика составляется административный материал. Аналогичная работа у нас начата в Самарской, Ульяновской областях и в республике Татарстан. Там буквально, наверное, в этом году закончат, там вводят эту паутину информационную сеть, и там уже будет все это введено. То есть выявление этих автобусов будет тоже такое же большое, как в Чувашии. Средневосточное межрегиональное управление в плановом порядке проводит проверки на предмет выполнения юридическими лицами индивидуально-предпринимателями лицензионных требований. Они проводятся по истечении одного года с момента получения лицензии. В текущем году у сотрудников управления проведено 862 плановые проверки, а также 401 внеплановые. Количество нарушений, выявленных по результатам проведения проверок, составило 2172. При этом выявлено 642 нарушения лицензионных требований. То есть практически ни одна проверка не обходится без выявленных нарушений. Это у лицензиатов, которые получили лицензии. И, как правило, выявляется сразу несколько серьезных нарушений. Почти треть нарушений – это нарушения режима труда и отдыха, что напрямую влияет на безопасность дорожного движения. Как пример, хочу остановиться на ДТП недавнем, которое произошло у нас у Владимирской области с перевозчиком с Чувашией. Чувашский индивидуальный предприниматель. 21 октября в 4 утра на 186-м километре автомобиль дороги М7, Волга, Москва, Уфа на территории Владимирской области, водитель микроавтобуса Мерседес-Бенц, поднадлежит индивидуальному предпринимателю, не выбрал скорость, обеспечивая безопасность дорожного движения, не справился с управлением, совершил наезд настоящий автомобиль Scania, который стоял на обочине, никому не мешал, реализационный знак ВР-809РР. В результате ДТП погибло 4 человека и получили ранения 6 человек. После данного ДТП нами была осуществлена проверка, и в ходе проверки были выявлены очень серьезные нарушения лицензионных требований. То есть фактически перевозчик организовал регулярные перевозки под видом заказных из города Ядрина, Чувашская республика, в город Москву. У этого индивидуального предпринимателя всего имелось 3 автобуса, один из них вообще не был включен в реестр перевозчиков. Страховка пассажиров на данном автобусе была просрочена, то есть она не продлевалась. Регламент технического обслуживания автобусов не соблюдался. Медицинский осмотр, когда получал предприниматель, лицензию была заявлена одна организация. Фактически якобы проводил медицинский осмотр предрейсовый фельдшер, который не имеет лицензии. В момент проверки он вообще отказался от своей подписи в путевых листах. Режим труда и отдыха не соблюдается, то есть фактически никто не анализировал, сколько автобус проехал, положено вести реестр этих по тахографам. Это все не выполнялось. Путевые листы в установленном порядке не заполнялись. То есть взаимодействие с ГУП, защита инфотранс отсутствует, то есть сведения о пассажирах туда не передавались, хотя это межсубъектовая перевозка. Вот это вот такие грубейшие нарушения говорят о том, что, к сожалению, эту организацию, вернее, этого индивидуального предпринимателя в течение года мы должны были проверить не получилось. В связи с этой пандемией были очень многие заморожены проверки, но тем не менее это вот все привело как раз к этой трагедии. Наверное, одна из основных причин – это нарушение режима труда и отдыха, и водитель просто был в утомленном состоянии и, скорее всего, уснул. Актуальной остается работа по пресечению нелегальных перевозок пассажиров, особенно на межмуниципальных и межсубъектовых перевозках. В Республике Тарстан распоряжение Кабинета Министров Республики была создана рабочая группа по противодействию нелегальным перевозкам. На сегодняшний день наработана очень положительная, я считаю, практика по их выявлению, пресечению, квалифицированию в рамках административного производства и документированных данных правонарушений, в том числе и судебная практика. Практически прекращена нелегальная деятельность по перевозкам пассажиров автобусами по маршруту Казань-Челны, Казань-Ешкар-Ала, Казань-Чебоксары, Казань-Чистополь, Казань-Отня, Казань-Полтаси. То есть те перевозчики, которые работали под видом заказных, они везде пытались доказать, что они осуществляют заказную перевозку. Но тем не менее судебная практика и документирование в нашем случае положительно рассмотрены судебными органами. Общая сумма наложенных штрафов в ходе контроля надзорных мероприятий за 11 месяцев текущего года составила 72 миллиона 813 тысяч. Несмотря на то, что крупные очереди нелегальных мест массовой отправки пассажиров автобусами ликвидированы, факты организации нелегальных регулярных перевозок периодически возникают. И здесь у нас налажена такая работа, как бы точечная, то есть где-то что-то возникает, мы точечно отрабатываем эти все негативные моменты. Так, например, из Татавстанского территориального регионального союза объединения профсоюзов в адрес Роснадзора поступило обращение о нарушениях транспортного законодательства перевозчикам башкирских авиалиний, которые осуществляли регулярные перевозки, то есть карта маршрута у него была, по маршруту Кумертал-Казань, но игнорируя посадку с вокзала, он с вокзала, с автовокзала, который заявлено, брал всего одного пассажира, а всех остальных подбирал по дороге. То есть организовал в 500 метрах на проезжей части прямо у Мадыжского тракта несанкционированную стоянку, где люди стояли, вот видите, на фотографии, да, люди стояли, их подбирал, ну, понятно, что билет, почему пользовалась популярностью, потому что билет был немножечко дешевле, чем тот, который покупается с автовокзалом. Значит, благодаря принятым мерам вот эту несанкционированную стоянку нам удалось ликвидировать, где-то неделю-две, наверное, точно отрабатывали совместно с ГИБДД, то есть тоже наработали положительную практику. Аналогичная работа проводится и с другими нелегальными перевозчиками. Вот на слайде представлена та работа, которая была проведена в отношении самых злостных, недобросовестных перевозчиков, которые под видом заказных организовали регулярные перевозки. Посмотрите, вот сумма штрафов, которые наложены, там вот есть ООО «Акбарстрансфер», миллион пятьсот это штрафов было наложено, потом эти все штрафы через судебных, они не платили через судебных приставов, они удвоились, тоже уже стало три миллиона, то есть в настоящий момент эта фирма обанкротилась, ее фактически не существует. С остальными то же самое. Вот на Марийске там перевозчики, которые из Карала тоже так же ездили, 600 тысяч наложили, не платили, значит, судебные приставы арестовали имущество на 8 миллионов. Аналогично и по-другому. Так, например, в Казани индивидуальный предприниматель у нас организовал 13-ми автобусами, тоже под видом заказных перевозки от дня Казани от дня, и определил несанкционированное место в городе Казани, которым довольно успешно он пользовался на протяжении многих лет. Предложение ему получить карту маршрута и работать легально с отковокзала он игнорировал. Ну, в общей сложности на сегодняшний день на него наложено штрафы в миллион двести, больше половины он уже оплатил, в настоящее время тоже оплачивает. То есть работа в этом направлении у нас идет. Хотелось бы, как положительный опыт, отметить еще нашу деятельность с управлением Федеральной антимонопольной службы. Перевозчики, и мы тоже передаем туда данные о том, что такой-то перевозчик организовал несанкционированную перевозку на регулярном маршруте, где есть законный перевозчик, и ввиду недобросовестной конкуренции, значит, управление Федеральной антимонопольной службы, к этому перевозчику применяются тоже достаточно серьезные меры. Вот, например, в Казань, Чистополь в настоящий момент практически прекратили перевозки. В Челнах уже два года назад эта работа была проведена совместно у ФАС, значит, остались только законные перевозчики. Следует отметить тоже большую положительную работу, которую мы проводим с ГИБДД. Это не только постоянные рейды совместные, но, понимаете, в Ространснадзоре народу значительно на порядок меньше, чем в госавтоинспекции. Так вот, в госавтоинспекции у нас при выявлении фактов нарушений по статьям кодекса, которые относятся к нашей компетенции, они составляют сообщения, направляют нам. Например, в Республике Татарстан это 214 материалов поступило с ГИБДД, 72 возбуждено административное дело, штраф наложен на общую сумму 430 тысяч рублей. В Республике Татарстан в текущем году, наконец-то, реализован механизм наложения ареста на транспортное средство по статье 27.14 ПОАП как обеспечительной меры по делу об административных правонарушениях. 24 ноября мы уже окончательно, до этого был пилотный проект, окончательно подписали соглашение с ГБУ «Безопасность дорожного движения», которое у нас содержит все эти штрафные стоянки, и мы уже в этом направлении работаем вместе. С 1 по 10 декабря 2021 года совместно с ГИБДД Министерством транспорта в Республике Татарстан проводилась операция «Нелегальный перевозчик проводится». Например, 2 декабря у нас был проверен автобус, который организовал нелегальный перевозчик Казань-Заинск. Он уже под видом заказных несколько лет катался на этом маршруте. Мы его несколько раз ловили, то есть за отсутствие карты маршрута несколько раз у него в общей сложности получилось на 1 200 000 наложенных штрафов. Но свою деятельность он не прекратил, и буквально 2 декабря моего транспортное средство, которым он пользовался, он прямо где-то с центра города собирает пассажиров, возит в Заинск, хотя там на этом маршруте есть у нас регулярный перевозчик, который имеет карту маршрута. Транспортное средство, его арестовано. До сих пор еще стоит на штрафстоянке, арестовано. Значит, пока он не оплатит штрафы, транспортное средство мы отдавать не будем. Это обеспечительная мера. Я бы еще хотел остановиться на безопасности школьных перевозок. Действительно, школьные перевозки, они всегда у нас были во главе угла. Самое пристальное внимание им уделяется. Но, тем не менее, к сожалению, здесь тоже имеют место нарушения различные. Вот в этом году у нас в январе целый месяц в Буинском районе перевозчик перевозил детей. Автобусы не включены в реестр, ни один автобус. Кроме этого, у него отсутствует страхование пассажиров. На собственника тоже наложены штрафы в общей сумме на 750 тысяч рублей. Сейчас он попросил отстрочку, но штрафы оплачивают. Правда, судился с нами, но тем не менее. А СГОП, это, сами понимаете, что это такое, это страховка пассажиров, она у нас составляет до 2 миллионов рублей. И если ДТП какое-то произойдет, гарантия какая-то, что человек будет, ну, компенсированы его эти потери здоровью. Кроме этого, я бы хотел отметить те нарушения, которые у нас происходят при перевозках детей. Это отсутствует маршрут перевозки, списки детей, назначенные сопровождающие, неработающие тахографы. То есть все эти моменты, они у нас выявляются постоянно, но тем не менее работа в этом направлении никогда не прекращается. На фоне борьбы с нелегальным перевозчиком на регулярных маршрутах актуальной и достаточно сложной у нас проблемой остается работа с пассажирскими транспортными средствами малой вместимости категории МАТИ. Понятно, когда вот та работа, которую проводили в Татарстане, с большими автобусами, которые вот нелегально возили, многие большие автобусы продали и пересели на Ларгусы или переделали микроавтобусы из категории B, вернее, из категории D в категорию B. И как бы там ненужное лицензирование. Но в этом году я вот тоже хочу до всех довести, значит, разъяснение ГИБДД было направлено. Значит, при переоборудении транспортного средства категория М2 на М1 категория не меняется. То есть, ну, представьте, вот «Газель» или «Тойота Хайнс», он сертифицирован на одобрение типа, у него категория М2. Он количество мест уменьшает, остается под категорию B, то есть водитель может управлять, но транспортное средство, как оно было, категория М2, оно так и осталось. То есть подлежит обязательному лицензированию, подлежит оснащению тахографами. И в этом направлении сейчас мы начинаем эту работу. Почему мы с начала года после разъяснения ГИБДД не начинали, ждали судебную практику. Судебная практика на сегодняшний день она уже есть. Значит, нам пришла. Все действительно подтверждается по судебной практике. Переоборудование транспортного средства с М2 категорию на М1 не меняет. Понятно, да? То есть это очень важный момент. И хотел бы тоже, пользуясь случаем, это довести. То есть работа в этом направлении будет начата. Не, она уже началась. Ну, а по перевозкам, всякими ларгусами, все это прочее, они все более захватывают пассажирский рынок. И полная загрузка, понятно, таких транспортных средств, где там по 7-8 человек сидит, особенно на автотрассах, катастрофически снижает уровень пассивной безопасности. Вот здесь как раз пример такого ДТП, которое у нас в мае месяце на территории республики произошло. Это Рено-микроавтобус организовал водитель регулярной перевозки с Оренбурга в Казань. Ну, это утром, это транспортное средство попало в ДТП. Вот видите, там 8 человек сидело. Значит, 5 пассажиров погибли на месте, 4 получили очень серьезные увечья. Практически от автобуса ничего не осталось. Ну, и одним из способов, наверное, упорядочить данный сектор перевозок, на наш взгляд, явилось бы введение обязательного лицензирования при коммерческих перевозках уже с 5 пассажиров, с 5, не с 8, а с 5, да? И не только при 8 и более пассажиров. Республика Татарстан в настоящее время, насколько я знаю, сейчас тоже совещание в Госсовете проводится, хотят выступить в законодательной инициативе. Не знаю, Госсовет поддержит, не поддержит. То есть ввести лицензию. Да, такси, пожалуйста, 5 человек, 5 пассажиров вози. Если больше, то, пожалуйста, лицензируйся, получай лицензию, эксплуатируй свое транспортное средство. Понятно, что получение лицензии, оно уже намного более значительное и требует более серьезных вложений, как от индивидуального предпринимателя, так и юридического лица. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо, Владимир Пахидович. Есть вопросы к докладчику? Ну, я тогда прокомментирую. Спасибо, Владимир Пахидович. Проблема с нелегальными перевозками, она не только влияет на безопасность, как мы видим, совершенно отрицательно, абсолютно. Но и также отрицательно влияет и на экономику легальных перевозчиков, и в том числе экономику автовокзалов и автостанций. Мы видим, да, они отправляются от столба, отправляются от торговых центров и так далее. Это межсубъектные перевозки, не только внутри, региональные. То есть это к крупным городам, центрам притяжения транспортного из соседних регионов такие же перевозки идут, а иногда это и международные перевозки, когда идут наши соседи из Белоруссии, из Казахстана и так далее. Тоже не совсем понятно, каким образом, заказные или не заказные, каботажные, не каботажные и так далее. Это большая проблема. В ряде регионов с ней сталкиваются, прежде всего, перевозчики, бьют в колокола легальные перевозчики, потому что им никто помочь-то не может. И территориальные органы Росстранснадзора либо занимают позицию, что сейчас у нас там пандемии проверок нет, и всем этим пользуются, все прекрасно. В кавычках прекрасно. Прекрасно только вот этих нелегалов в этом случае, которые идут от торгового центра до станции метро в соседнем городе, из Псковской области в Санкт-Петербург, условно говоря, или из Владимирской области в Москву. Проблема эта многолетняя, она существует, и никуда, к сожалению, не девается. Потому что под аншлагом заказной фактически выполняются регулярные рейсы несколько раз в день по расписанию. Расписание на сайте этого перевозчика вывешено, люди знают об этом. Поэтому я бы, наверное, здесь в резолюцию, наверное, мы бы рекомендовали в резолюцию форума нашего изучить для регионов, изучить и использовать максимальный опыт Татарстана и, в частности, опыт управления Средневоложского по реальным действиям, борьбе. Вот у меня эта информация о том, сколько закрыто таких вот родоперевозчиков. Фабанцева, вот об этих штрафах, там, многомиллион, она меня порадовала. То есть только такими жесткими мерами можно этот вопрос решить. По-другому, я считаю, нельзя. По-другому просто не получается. Если там штрафы копеечные какие-то, но они их платят и работают дальше спокойно. А потом у него с какой-то количеством времени проверок нет. Поэтому спасибо большое, Радик Вахитович. Мы тогда порекомендуем субъектам Российской Федерации на опыт Татарстана и ваш опыт внимания обратить и обратиться к вам, может быть, с просьбой поделиться этим опытом более конкретно, детально в вопросах уже именно может быть, там, какого-то регулирования. Вот вы сказали о том, что существует какая-то рабочая группа или что-то там создано специально с этой целью. Я впервые слышал о такой рабочей группе в Татарстане. Здесь это сделано очень хорошо. Я не слышал о существовании аналогичных рабочих групп в других регионах. Все либо перекладывают эту ответственность там органам власти региональным на Ространснадзор, Ространснадзор еще на кого-то, там обратно на орган власти региональный, потому что вы там маршруты распределяете. А ситуация в результате не меняется. Спасибо большое. Следующему докладчику слово передается. Александр Шкупцов, главный государственный инспектор отдела надзора за обеспечением транспортной безопасности УГАН-ОТБ по Приволжскому федеральному округу. Коллеги, любую презентацию выключите, пожалуйста. Спасибо. Тема его доклада «Паспорт обеспечения транспортной безопасности транспортного средства как система мер защиты транспортного средства потенциальных, непосредственных и прямых выборов в совершении актов незаконного вмешательства». Тема доклада «Выбор не случайно», обусловлена очень большим количеством вступления обращений перевозчиков и большим количеством административных дел, возбужденных нашим управлением за нарушение, допущенное при составлении паспорта. Скажу так, за последние три месяца нам поступило только вот здесь, на территории Тарстан, 105 материалов из Федерального дорожного агентства, по которым возбуждено 89 административных дел. Это очень много. Требования законодательства к разработке паспорта. Согласно части 1 статьи 1 статьи 9 Федерального закона 16 ФСЗ о транспортной безопасности, субъекты в отношении объектов транспортной инфраструктуры, неподлежащих категорирования транспортных средств, за исключением объектов морского транспорта, разрабатывают и утверждают, соответственно, паспорт обеспечения транспортной безопасности объекта и паспорт обеспечения транспортной безопасности транспортного средства. Типовые формы указанных паспортов по виду транспорта утверждаются в порядке, в установленном правительством Российской Федерации. С октября 2020 года вступили в законы силы новые требования по обеспечению транспортной безопасности по виду транспорта. Дали требования по ТРАД ОТБ, которые установили новый вид для содержания организационного распространения документа, субъекта, которым определяется система мер для защиты транспортного средства от потенциальных непосредственных и прямых угроз в совершении акции незаконного вмешательства. То есть паспорт, а именно, вступили в силу требования по обеспечению транспортной безопасности, для ТС автомобильного транспорта и городского наземного транспорта, требования по обеспечению ТС морского и внутреннего водного транспорта и требования по обеспечению транспортной безопасности для ТС железнодорожного транспорта. Типовая форма паспорта является предложением к соответствующим требованиям, то есть она везде есть, очень можно найти в свободном доступе. Паспорт, как документ, определяющий систему мер для защиты от потенциальных непосредственных и прямых угроз, Предсмотрели также в отношении объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорт не подлежащим категорирую. В перечне таких объектов утвержден приказами «Транс-Россия» от 28 августа 2020 года номер 331 об определении объектов транспортной инфраструктуры не подлежащих категорирую, ступил СИУ 31 января 2021 года. Также вступили в силу требования по обеспечению транспортной безопасности для УТИ и дорожного хозяйства не подлежащих категорированию. для объектов автомобильного транспорта, не подлежащих категорированию, для объектов железнодорожного транспорта, не подлежащих категорированию и морского и речного транспорта, объектов для объектов, не подлежащих категорированию. В соответствии с статью 1.3 ст. 9 закона 16 ФЗ, субъект транспортный футбол перевозчик обязан разработать и утвердить паспорт в течение одного месяца за поступление в силу соответствующих требований по транспортной безопасности. Как правило, часто данный срок нарушается, в связи с чем возгружаются административные дела. В соответствии с частью 1.4 ст. 9, два экземпляра утвержденного паспорта и его электронная копия в течение 7 дней направляются субъектом в компетентный орган в области обеспечения транспортной безопасности. Как правило, агентство Федерального дорожного агентства, Федеральное агентство морского и речного транспорта и железнодорожного транспорта. В направлении утвержденного паспорта ТС к приложению соответствующих агентств связано с необходимостью регистрации паспорта агентством. Данные обступивших из зарегистрированных агентств в паспортах, по аналогии с планами обеспечения транспортной безопасности, размещаются в ЕГИ. При этом хочется отмечить, что сведения, содержащиеся в паспортах, являются информация о граническом доступе, на них распространяется положение постановления правительства 1257. И на них проставляется криф для служебного пользования. Содержание предложений к паспорту. Результаты обследования и изучения реализуемых на транспортном среде мер по обращении вопросов совершения актов незаконного вмешательства. Разрабатывается на основании приказа, совместного приказа Минтранса России, ПСБ России и МВД России. Об утверждении перечень потенциальных вопросов совершения актов незаконного вмешательства в деятельности УТИ и ТС. Копия договоров с подразделением транспортной безопасности, либо положение устава подразделения транспортной безопасности в случае привлечения к защите объекта и ТС. Организационная структура, схема управления силами обеспечения транспортной безопасности. Перечень штатных должностей и лиц, осуществляющих на законных основаниях деятельность в зоне транспортной безопасности. И правила формирования федеральных агентств по виду транспорта и уполномоченных подразделений органов ФСБ, а также Федеральная служба по надзору секретарь транспорта об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства. Регламентируется приказом Минтранса 16 февраля 2011 года номер 56. Порядок доведения до силы обеспечения транспортной безопасности транспортного средства и экипажа информации об изменении уровней безопасности транспортных средств. Регламентируется представление правительства номер 2344 от 29 декабря 2020 года. 2. Правила доступа к сведениям, исследовательских паспортах обеспечения транспортной безопасности, обеспечивающие реализацию порядка, в присмотре части 8 статьи 5 Федерального закона о транспортной безопасности. 3. Схема размещения техники и средств обеспечения транспортной безопасности ТС и пунктов управления обеспечением транспортной безопасности. Существующая информация в виде металлических рекомендаций в разработке паспорта размещена в том числе и на официальном портале интернет-сайтов агентств. Ответственность за несовременную разработку и утверждение представления паспортов. Управление в порядке международного содействия для принятия мер в соответствии с компетенцией поступает информация от агентств, содержащих данные о возможном несоответствии разработанных и утвержденных паспортов. При поступлении информации такого рода управлением организуются и проводятся мероприятия, направлены на профилактику нарушений, в связи с тем, в соответствии с постановлением правительства от 10 февраля 2017 года, номер 166, в адрес субъекта направляется пресс-сережение о недопустимости нарушения обязательных требований. При этом основным из массовых недостатков разработанных паспортов является направление паспортов в агентство без наличия у субъекта, отставленных сотрудников в силу обеспечения транспортной безопасности. Поскольку правила, определяющие процедуры по разработке и утверждению направления паспортов, присмотрены соответствующие требования по транспортной безопасности, соответствуют за нарушения, связанные с разработкой, утверждением и направлением паспортов, присмотрены в статье 11.15.1 в АПРФ. Значит, хотел бы сразу сказать, что поступает очень много обращений от перевозчиков, где они начинают возмущаться, когда мы направляем приглашение явиться к нам, то, что мы необоснованно привлекаем их. Ну, это не так. Если перевозчик получает наше решение, тут ничего страшного нет, не надо поспать голову пеплом. Просто приехать к нам и разобраться, потому что, я говорю, вот из тех поступивших материалов, порядка 16 было вынесено отказ в возбуждении административного дела. Спасибо большое, Александр Иванович. Я думаю, что вопросы, связанные с транспортной безопасностью в рамках дискуссии на круглом столе, мы обсудим? Спасибо. Отлично, Александр Иванович. Тогда, поучаствуйте, пожалуйста. Коллеги, у нас достаточно такой большой блок, несколько докладов, посвященных участию Росгвардии в обеспечении общественной безопасности на пассажирском транспорте и общего пользования. Слово представляется Любу Владимиру Викторовичу, начальнику управления анализа Организации выработки едино-технической политики и мер по антикриминальной защищенности объектов ГУВО Росгвардии. Владимир Викторович, пожалуйста. Уважаемые коллеги, в настоящее время подразделениями вневедомственной охраны достаточно интенсивными темпами развивается централизованная охрана автотранспортных средств физических и юридических лиц. Их охрана обеспечивается посредством системы, включающей в себя специализированный программно-аппаратный комплекс, развернутый в подразделениях вневедомственной охраны войск Национальной гвардии, дислоцированных на территории всех субъектов Российской Федерации, и функционирующие на отечественной программной платформе, а также интегрированные в его программную среду устройства терминальные, навигационные, радиоканальные, устанавливаемые на подвижных объектах. При помощи указанной системы охраны реализована возможность осуществления межрегионального реагирования. В этом случае происходит позиционирование и передача в автоматическом режиме тревожного извещения в подразделениях вневедомственной охраны, на территории обслуживания которого в текущий момент времени находится охраняемое автотранспортное средство. Опыт эксплуатации данной системы подтвердил эффективность ее применения при решении основных повседневных задач, возложенных на войска Национальной гвардии, в том числе в период проведения значимых международных мероприятий. Например, во время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года осуществлялась охрана автобусов-шаттлов с болельщиками. Наиболее острым вопросом является обеспечение безопасности пассажиров и работников общественного городского наземного транспорта и дорожного хозяйства. На сегодняшний день хулиганство, драки и вандализм на общественном транспорте явление, к сожалению, нередкое. Такие ситуации создают угрозу жизни и здоровью граждан, а также несут риски имущественного вреда перевозчикам. В настоящее время существуют эффективные методы противоправным действиям на общественном транспорте. Это незамедлительное уведомление компетентных органов о незаконном вмешательстве в работу транспорта. Одним из таких методов является непосредственное реагирование в режиме реального времени сотрудниками групп задержания в неведомственной охране войск Национальной гвардии на совершаемые правонарушения. Началом работы по организации реагирования на ряды групп задержания на тревожные сообщения, поступающие с наземного общественного транспорта, послужило проведение в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации в июле 2019 года совместное совещание представителей Минтранса, Росгвардии и МВД России по вопросам обеспечения общественной безопасности на пассажирском наземном транспорте общего пользования, на котором было принято решение о проведении в городах Волгограде, Санкт-Петербурге и Севастополе тестовой эксплуатации системы охраны подвижных объектов. В период с октября 2019 по апрель 2020 года реализован пилотный проект по обеспечению охраны общественного городского наземного транспорта в этих субъектах. Организованной Росгвардии при содействии Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству в взаимодействии с высшими органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с подключением городского наземного пассажирского транспорта к системе централизованной охраны транспортных средств неведостной охраны. Указанная система зарекомендовала себя наилучшим образом и получила одобрение руководителей указанных субъектов. В настоящее время подразделениями вневедомственной охраны города Санкт-Петербурга обеспечивают реагирование на сигналы тревога, поступающие с общественного транспорта. Передача объектов гор электротранса в указанном регионе под охрану войск национальной гвардии была обусловлена резонансными случаями нападений правонарушителей на кондукторов и водителей, а также агрессивным поведением по отношению к пассажирам. Теперь при возникновении нештатной ситуации водитель может подать сигнал тревога, по которому на место происшествия немедленно прибудет наряд подразделения вневедомственной охраны. В настоящее время на круглосуточном контроле находятся без малого полторы тысячи подвижных объектов гор электротранса. С начала года патрульными нарядами отработано 126 тревожных сообщений, поступивших с этих объектов. При этом предотвращено 35 правонарушения. Задержано и передано в ОМВД 36 нарушителей. В целях информирования пассажиров об охране подразделениями вневедомственной охраны транспортного средства в автоматическом режиме во всех троллейбусах и трамваях, находящихся на маршрутах, с периодичностью два раза в часть по пять секунд передается звуковая информация. В дальнейшем планируется визуальная демонстрация указанной информации на мониторах, салонах трамваев и троллейбусов. В городе Севастополе обеспечивается охрана более 460 единиц транспортных средств. Только в этом году прирост охраняемых транспортных средств общественного транспорта составил более 340 единиц. В рамках заключенных договоров с начала 2021 года наряды групп задержания города Севастополя реагировали на сообщение подвижных объектов 99 раз, предотвратили 63 правонарушения и задержали за их совершение 19 лиц. Управлением вневедомственной охраны Волгоградской области в период проведения пилотного проекта обеспечивалась защищенность общественным транспортом на территории городов Волгограда и Волжского. Используя положительный опыт организации охраны обеспечения безопасности передвижения общественного транспорта в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, в 2020 году управлением Росгвардией совместно с Комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области выработано решение по обеспечению безопасности пассажирских перевозок путем установки кнопок экстренного вызова на рядов подразделений местной охраны на транспортные средства Волгоградского пассажирского предприятия номер 7 и троллейбусного парка МУП МОЗ Метроэлектротранс. Обеспечение безопасности транспортных средств указанной категории показало высокую эффективность. При этом созданы условия, при которых пассажиры уверены в собственной безопасности, а негативно настроенные граждане осознают неотвратимость привлечения к ответственности за противоправные действия. Новым витком развития услуги по охране подвижных объектов пассажирского наземного транспорта стало организованное взаимодействие с Комитетом Государственной Думы по транспорту и строительству работа по проведению эксперимента по сопряжению системы централизованной охраны транспортных средств Росгвардии с системой ГАИС-Эроглонас. Устанавливаемый на пассажирском транспорте заводом-изготовителем в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза. В феврале 2021 года Управлением генеральной охраны по городу Москве было организовано и проведено совместное совещание с участием представителей Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы ГУП Мосгортранс, ГУП Московский метрополитен и АО ГЛОНАС с рассмотрением вопроса использования возможностей совмещенных систем централизованной охраны транспортных средств Росгвардии и ГАИС-Эроглонас для обеспечения общественной безопасности на наземном пассажирском транспорте города Москвы и его защиты от угроз незаконного вмешательства. При этом отмечено, что при использовании указанных систем дополнительного оснащения транспортных средств не требуется, равно как не требуется и дополнительных финансовых затрат для перевозчиков на указанные цели. В рамках исполнения решения протокола указанного совещания Управлением генеральной охраны города Москвы был подготовлен проект договора об осуществлении контроля за транспортными средствами и реагировании на сигналы тревога, а также инструкции по действиям работников ГУП Мосгортранс и сотрудников групп задержания вне ведомственной охраны при совершении противоправных действий в отношении подвижных объектов и находящегося в нем имущества. Результатом проделанной работы стало проведение тестовой эксплуатации указанных систем и заключение соответствующего договора на охрану 275 рейсовых автобусов. Теперь при нажатии водителем транспортного средства кнопки СОС терминального устройства вызова экстренных оперативных служб сигнал тревога одновременно поступает в ГАИС Эроглонас и на автоматизированное рабочее место системы централизованной охраны транспортных средств Росгвардии с отражением координат и маршрута движения транспортного средства. При этом сигнал тревога в подразделении вне ведомственной охраны поступает независимо от действий операторов ГАИС Эроглонас. Здесь необходимо отметить, что за период времени обработки оператором Эроглонас информации, поступившей от транспортного средства, и выяснений причин подачи тревожного сообщения, наряд группы задержаний вне ведомственной охраны, как правило, уже прибывает на место. В течение эксплуатации совмещенных систем Эроглонас и системы централизованной охраны транспортных средств Росгвардии нарядами группы задержаний вне ведомственной охраны города Москвы было отработано 102 тревожных сообщения, поступивших с электробусов, по трём из которых нарушители были задержаны. Очевидно, что внедрение указанной системы в деятельность подразделений вне ведомственной охраны позволит значительно сократить время реагирования нарядами при возникновении нештатных ситуаций на городском общественном транспорте и повысить уровень безопасности пассажиров и работников общественного городского транспорта и дорожного хозяйства. На сегодняшний день работа по охране общественного транспорта подразделениями вне ведомственной охраны организована и в других субъектах Российской Федерации. Это Республика Бурятия, Ихакасия, Алтайский край, Белгородская, Омская, Орловская, Смоленская, Тверская, Тульская и Челян-Кубинской области. Всего подразделениями вне ведомственной охраны охраняется более 2,5 тысяч единиц общественного транспорта. С начала 2021 года в целом по стране на сигналы тревога, поступившие с охраняемого общественного транспорта, осуществлено более 360 выездов групп задержания. При этом на маршрутах следования пресечено 110 конфликтов. Задержано 66 правонарушителей. Помимо этого, в 44 случаях обеспечивалась безопасность граждан при обнаружении в салонах забытых вещей. Важно учитывать, что время прибытия наряда вне ведомственной охраны к транспортному средству не превышало 5 минут. В свою очередь, хотелось бы отметить, что основанием для нажатия кнопок тревога сигнализации являлись следующие причины, совершенно жизненные. Несоблюдение пассажирами мер нахождения в общественном транспорте в средствах индивидуальной защиты и возникающие на этой почве конфликты. Конфликты из-за неоплаты проезда, вандализм на объектах транспорта, нахождение в транспортном средстве в состоянии алкогольного опьянения, а также распитие спиртных напитков в салоне. Различные конфликты между пассажирами. Приведу несколько характерных примеров реагирования групп задержания. Эти примеры сами за себя скажут. Город Москва в апреле текущего года по сигналу тревога из-за хранения автобуса в ОВД по району Останкино доставлен гражданин, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, который отказывался выходить из автобуса, выражался нецензурной бранью и не реагировал на замечания работников автохозяйства и сотрудников Росгвардии. 1 сентября этого же текущего года по сигналу тревога из-за хранения автобуса в ОВД по району Дмитровский доставлен безбилетный пассажир, оказывающий противодействие законным требованиям работника транспортной инфраструктуры. В городе Севастополе в августе этого года на ПЦН на пульт централизованного наблюдения поступил сигнал тревога из охраняемого автобуса. Прибывшим на место нарядом был задержан гражданин, который, находясь в автобусе, вел себя неадекватно, мешал водителю управлять автобусом, пытаясь схватить за руль во время движения, а после остановки автобуса пытался сбежать через окно, разбив при этом стекло. В ноябре нарядом группы задержания, прибывшим на место, задержана гражданка, жительница Севастополя, которая пыталась оплатить проезд льготной картой, принадлежащей ее матери, а после отказа принять карту как плате, устроила скандал и напала на кондуктора. В городе Санкт-Петербурге в этом году сотрудники вневедорственной охраны задержали участников драки в троллейбусе. В салоне троллейбуса, следующего по маршруту номер 7, между двумя пассажирами произошел внезапный конфликт, переросший в драку, при этом было разбито окно пассажирского транспорта. Водитель остановил троллейбус и нажал кнопку тревожной сигнализации. Через две минуты прибыл наряд группы задержания, правонарушители задержаны, переданы сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств. Кроме того, эффективность работы подразделения вневедорственной охраны войск национальной гвардии подтверждается информацией ГУП «Госэлектротранс» города Санкт-Петербурга, согласно которой за период с 1 июля 2020 года по 30 августа 2021 года сумма предотвращенного материального ущерба, благодаря действиям сотрудников вневедорственной охраны, составила более 770 тысяч рублей. И, в общем, может быть, сама сумма невелика, но если посмотреть, что это только в рамках одного города, а потом разные бывают ситуации и разный ущерб. В текущем году услуги по охране общественного транспорта начали оказывать подразделения вневедорственной охраны Республики Бурятия, Орловской, Тверской и Тульской областей. Кроме того, подразделениями вневедорственной охраны Алтайского края заключен договор с городской транспортной компанией на охрану 12 автобусов, которые курсируют по трем маршрутам Барнаула и его пригороду. В ближайшее время планируется заключить договор на охрану в краевой столице, еще 16 автобусов на других маршрутах общественного транспорта. Ну, в общем, работа нами ведется, при этом не всегда мы имеем отклик от органов местного самоуправления, от транспортных компаний. В конце своего усмотрения хочу отметить, что охрана от транспортных средств, в том числе и общественного транспорта, является одним из приоритетных и перспективных направлений деятельности подразделения местной охраны и находится на постоянном контроле руководства УГО Росгвардии. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание. Я думаю, что вы с коллегами организуете такой диалог с представителями региональных органов исполнительной власти, которые здесь присутствуют. И чтобы вот этот вопрос, да, что есть отклик, нет отклика, но чтобы он, ну, как бы, чтобы был отклик, нужно выстроить диалог, да, понятно, потому что тема актуальная, да, мы тоже стояли там, мы истоков, да, инициировали с депутатом Государственной думы Василием Александром Николаевичем, да, вопрос участия вашего, да, Росгвардии в обеспечении общественного порядка, да, и вот те результаты тестирования в пилоте, да, они, в общем-то, вылились в уже постоянно действующие договоры, да, на охрану, да, вот по тому же Санкт-Петербургу, да, данные говорят, в общем-то, сами за себя, да, здесь и они уже, так сказать, ну, понятно, насколько стоит человеческая жизнь, да, это же вообще несоизмеримая вещь, да, но даже если мы говорим о том, что там к миллиону приближается сумма предотвращенного ущерба, да, то это и для перевозчика очень важно, да, когда речь идет о вандализме, допустим, о порче транспортного средства, да, но перекрасить трамвай достаточно дорого, да, если там какие-то граффити и так далее наносится, естественно. Владимир, спасибо, мы эту тему сейчас продолжим, я предоставлю слово Артему Медведову, Михайловичу Климовскому, директору дирекции. Вопросы, ну, сейчас будет несколько докладов на эту тему, да, мы обсудим, хорошо? Спасибо. Сейчас просто мы немножко вывиваемся из графика, я потом дам слово для вопросов. Да, уважаемые коллеги, добрый день. Александр Иванович, я постараюсь ускориться, тем более тема уже раскрыта практически предыдущим спикером. Из разнообразной палитры проектов, продуктов акционерного общества ГЛОНАСС, учитывая тему заседания нашего, тема секции, я хотел бы подчеркнуть и остановиться на двух проектах, которые по состоянию на сегодня мы считаем нашими якорными. В первую очередь это реализация постановления правительства 22.16. Что же это за звери, с чем его едят? Ну, в целях обеспечения транспортной безопасности с 1 сентября текущего года вступило всего постановление правительства 22.16, которое предписывает оснащение аппаратуры студенковой навигации категории транспортных средств 2М3, задействованных в пассажирских перевозках, и категории Н, которые перевозят опасные грузы. Значит, согласно правилам, транспортные средства оснащаются аппаратурой студенковой навигации, проходят идентификацию в государственной информационной системе, в частности на мониторинговой платформе нашей. В свою очередь мы передаем все сведения в Ространснадзор в режиме реального времени. Соответственно, для решения и для обеспечения исполнения этого постановления в акционерном обществе ГЛОНАСС на протяжении последних 9 месяцев проведена колоссальная работа по развертыванию региональной представительской сети. Сейчас нет ни одного субъекта Российской Федерации, где не было бы представлено акционерное общество нашим агентам. На данном сваде представлена цепочка подключения, механизм подключения и исполнение постановления правительства 2.2.16. Соответственно, что необходимо сделать перевозчику, это купить аппаратуру студенковой навигации, которая сертифицирована по техническому регламенту безопасности колесных транспортных средств, в частности, пункт 117, приложение 10. Форма подтверждения 2С, это обязательная сертификация. Это заключить договор с нашим агентом, либо с акционером общества напрямую, для того, чтобы это было сделано максимально удобно, доступно и юзерфрендли для конечного потребителя, то есть для перевозчика, был разработан клиентский портал, был разработан лендинг, где размещена вся необходимая информация. Необходимо получить сим-карту акционерного общества GLONASS. Напомню, что мы являемся в мульти МВНО оператором, то есть виртуальным оператором связи. Мы работаем на сети связи, на сетях связи наших партнеров. Это большая четверка федеральная. Я имею в виду в МТУКОМ, Мегафон, МТС и коллег из Телли-2. Оплатить идентификацию, это разовый платеж, и ежемесячные платежи, которые возникают в связи с казанием услуг связи, услуг по передаче данных в Ространснадзор. И в завершение получить свидетельство, подписанное ОЦП, о оснащении конкретно этого транспортного средства, который стоит на конавигации, прохождение идентификации. Когда это постановление вышло, оно наделало много шума, и очень много руководителей регионов, субъектов Российской Федерации очень неоднозначно его восприняли, в связи с тем, что были опасения, что возникает необходимость дооснащения транспортного средства еще каким-то оборудованием. Это первый тезис. Второй тезис – это возможный негативный эффект на функционирование региональных муниципальных информационных систем. Я смею заверить, что это не так, что постановлением предполагается ретрансляция сведений, с которой поступаем мы и передаем в Ространснадзор в ТИАСК, ретрансляция сведений даже с более расширенным набором информации в региональные информационные системы, в муниципальные системы, причем на безвозмездной основе. Временная задержка там ничтожна, поэтому даже сервисы мошетизации, сервисы диспетчеризации, они не перестают работать, и многочисленные тесты с огромным количеством субъектов это уже подтвердили. Возвращаясь все-таки к базовому функционалу ГАИС-Рагуанас, хотел бы отметить некоторые ключевые цифры, которых мы достигли сегодня. Значит, в ГАИС-Рагуанас, ну, во-первых, это первая система в мире, которая была реализована и внедрена по инициативе государства. Мы запустили ГАИС-Рагуанас в промышленную эксплуатацию с 1 января 2015 года, и по состоянию на сегодня мы вышли на абонентский парк порядка 8 миллионов, чуть более 8 миллионов транспортных средств. Согласно требованиям технического регламента, все транспортные средства, которые пускаем в обращение на территорию Российской Федерации, вернее, уточню, Евразийского экономического союза, должны оснащаться устройственными вызовами с их оперативных служб. Таким образом, 8 миллионов 100 тысяч по состоянию на сегодня уже оснащены, все транспортные средства, которые выпускаются в обращение. Мы получили более 15 миллионов экстренных вызовов, которые поступили в систему, были обработаны, 164 тысячи из которых чуть более были признаны истинными, требующими вовлечения экстренных оперативных служб. Наблюдая эти цифры, сразу возникает вопрос, что же за остальные вот эти звонки, потому что их, ну, львиное большинство, это там 95%, это какие-то все-таки звонки, которые мы обрабатывали, откуда они появляются, что является первой причиной, кто звонит. Учитывая, что у нас принято, мы сначала, наверное, ломаем, а потом читаем мануал, огромное количество звонков мы получаем, так называемых нецелевых, мы их трактуем как ложные, но, несмотря на это, анализируем, что же хочет заявитель. У нас спрашивают ближайшие заправки, у нас спрашивают букинг гостиниц, букинг билетов, эвакуация, техническая помощь и так далее, и тому подобное. И благодаря анализу этих звонков, а также благодаря поддержке со стороны депутата Васильева Александра Николаевича, в этом году у нас появилась новая инициатива, которая была уже на стадии MVP запущена в продакшн в середине этого года, это использование, это капитализация сервисов ГАИС Реглонас, использование устройств, штатно устанавливаемых на транспортных средствах, на заводах-изготовителях, использование этих устройств в качестве кнопки тревожной сигнализации. То есть это дополнительный, это дополнительный added value сервис, который уже сегодня реализован и работает. В правой части слайда, очень так примитивно, но тем более емко, показано, как же работает этот сервис, то есть звонок с транспортного средства поступает в ГАИС Реглонас, и если транспортные средства находятся на охране управления немецной охраны, войск национальной гвардии, если есть контракт, договор, если есть подписан на охрану, то по ВИМ-номеру мы ведем каталог этих транспортных средств, это первое. Второе, неизмедлительно передаем в нецентрализованной охране информацию, в частности, сигнал тревога. Тут присутствуют две параллельные ветки обработки экстренного вызова. Наш оператор, он всегда поднимет трубку, он всегда представится, пускай поприветствует, скажет оператор системы Реглана, что у вас случилось, установит первичный вербальный контакт и примет решение на предмет вызов ложный или истинный. Если вызов истинный, он в любом случае уйдет либо в систему 112 субъекта, там, где она введена в промышленную эксплуатацию, либо в дежурную часть Министерства внутренних дел. Несмотря на это, еще до установления голосового соединения сигнал тревога будет направлен в Росгвард. Как отметил предыдущий скитер, наш оператор не принимает решения, надо-не надо, он не является дополнительным звеном, сигнал тревога поднимается автоматически, передается в ПАКовое СМК, и, собственно, дежурный офицер принимает управленческие решения по направлению ближайшего наряда группы задержания по координатам по местоположению объекта охраны транспортного средства. Ну, хотелось бы отметить, наверное, ключевую ценность этого сервиса, что уже было сказано, это 5 минут, то есть, коллеги, вдумайтесь, 5 минут подлетное время группы задержания. Мы живем в агломерациях, в которых мы все больше и больше ценим, наверное, пунктуальность, ценим свое время, мы хотим, чтобы общественный транспорт ходил вовремя, чтобы мы могли с большой долей вероятности и правдивости прогнозировать свой рабочий день, свое перемещение по городу. Пассажирский транспорт становится все более комфортным, муниципальная власть предпринимает необходимые меры для того, чтобы скорость перемещения наша увеличилась, о чем в том числе было вчера отмечено на пленарном заседании. Но теперь можно констатировать, что с этим сервисом мы становимся не только более быстрые, но становимся более защищенные и уверены в том, что мы в целости и сохранности доедем до места. И перевозчик, в свою очередь, может быть уверен, что большинство конфликтов, которые возникают, это в том числе и вандализм, они будут сведены к минимуму благодаря усилиям вневинственной охраны войск национальной гвардии. Скорость реакции 5 минут – это колоссальное время, это колоссальные результаты. Предыдущий спикер отметил, что мы это пилотировали в Москве, на сегодняшней основе сервис находится в коммерческой эксплуатации. И если до этого, в случае, если на маршруте возникало какое-то противоправное действие, кто-то начинал хулиганить, либо находился в состоянии алкогольного тренирования, либо возникал конфликт между пассажирами, то водитель сообщал диспетчеру, в большинстве случаев это так, и уже диспетчер принимал решение о том, что необходимо сообщить в дежурную часть МВД, выезжал наряд полиции, пока он пребывал на место происшествия, транспортное средство де-факто было заморожено. Пассажиры покидали транспортное средство, и, как правило, нарушитель также скрывался. Соответственно, ответчика нет, а за тот ущерб, который причинен, де-факто спросить не с кого, как же выглядит это сейчас, если транспортное средство находится под охраной. На маршруте возникает конфликт, водитель не вмешивается, водитель наблюдает, условно, с своего рабочего места, с водительского места о том, что что-то в салоне происходит, он нажимает кнопку СОС, ГАИС и Роглонас, вызов незамедлительно передается в пункт централизованной охраны, и через 5 минут в среднем приезжает группа задержания. Причем эта история не столько про задержание, когда приезжает наряд Росгвардии, это подготовленные специалисты, это сотрудники, которые даже в их присутствии позволяют зачастую просто купировать конфликт на месте, и не позволять, не допускать его эскалации до каких-то негативных последствий, связанных с причинением ущерба здоровью или имущества транспортного средства. На этом будет еще одно сообщение на эту тему, поэтому на этом я смею прерваться, поблагодарить вас за внимание. Если есть вопросы, то готов. Артем, хорошо, спасибо. Вопросы, мы сейчас еще один заклад заслушаем, тогда потом обсудим вопросы у нас есть в зале. Спасибо, Артем. Благодарю. Я предоставлю слово Анькову Ирине Михайловне, заместителю генерального директора группы компании «АЛО». Тема, собственно, начатая Росгвардия, она будет на этом продолжена и завершена. Группа компании «АЛО» стояла, так сказать, у истоков разработки программного комплекса, который стоит на вооружении Росгвардии и обеспечивает этот процесс. Ирина Михайловна, пожалуйста. Уважаемые коллеги, здравствуйте. В общем-то, как у предыдущих выступающих, мой доклад будет посвящен теме охраны Росгвардии и общественного транспорта. В связи с тем, что информация моей презентации, она перекликается с той информацией, о которой уже говорили, немножко сокращу. И, в общем-то, некоторые моменты, наверное, уже с титой предыдущей сочетали. Группа компании «АЛО» представлена на рынке спутников и мониторинговых охранных систем более 15 лет. И на сегодняшний день обладает уникальным компетенцией в данной области. В 2012 году совместно с НИЦ охраной МВД России нами была начата разработка программного обеспечения и оборудования по охране транспортных средств для подразделений неведомственной охраны. В длительный период, в 2014-2015 год, программное обеспечение проходило тестирование в НИЦ охраны. А уже в 2015-2016 годах оно было поставлено на вооружение во всех территориальных подразделениях неведомственной охраны. Начиная с 2017 года, в НИЦ охране Росгвардии оказывают услугу по охране транспорта во всех субъектах Российской Федерации. На основе нашей программной аппаратной платформы, получившей название «ПАКВСНК». В начале система использовалась в неведомственной охране для охраны транспортных средств от хищений и угонов. Начиная с 2018 года, с помощью ПАКВСНК была обеспечена услуга по охране выездных бригад врачей скорой медицинской помощи. В случае нападения на сотрудников медперсонала, они нажимают тревожную кнопку, сигнал измедлительно поступает на пульт неведомственной охраны, и оказывается, когда передается в ближайший экипаж Росгвардии. Услуга стала востребована и получила распространение более чем в 50 регионах России. В мае 2019 года по инициативе депутата Государственной Думы Александра Васильева инициировано межведомственное обсуждение возможности участия в неведомственной охране в обеспечении общественной безопасности на общественном транспорте при работе на линии. Предлагаемое решение заключалось в использовании системы централизованной охраны автомобильного транспорта Росгвардии. Предыдущий спикер достаточно подробно рассказал о разнице участия Росгвардии в процессе реагирования на конфликтные ситуации, которые происходят в пассажирском транспорте. Без участия Росгвардии, насколько этот процесс затягивается, в связи с этим идет простой транспорта. То есть автобус сходит с маршрута, дожидая снаряда полиции, который может занимать более двух часов. Соответственно, когда идет реагирование Росгвардии, время сокращается, сокращаются простои. И, в общем-то, можно здесь уже не только, когда наряд полиции переезжает через некоторое время, значит, продолжительное, он уже просто постфактум регистрирует правонарушение. В данном случае мы можем и предотвратить правонарушение, что, собственно, является основным, и исключить простое транспортного средства. Применительно-аквозимному городскому пассажирскому транспорту понятие транспорта безопасности и общественной безопасности, в общем-то, тесно, связаны между собой. Мы уже убедились. Технологический инструмент передачи тревожного сообщения присутствует уже каждым транспортным средством, используемым для перевозки пассажиров. Это устройство вызовом экстренных оперативных служб ГАИС РГЛОНАСС, о чем вам тоже рассказал предыдущий докладчик. Устройство вызовом экстренных оперативных служб ГАИС РГЛОНАСС устанавливается на все транспортные средства, выпускаемые с 2017 года на рынке. Специалистами АО ГЛОНАСС и Росгвардии при нашем участии проведена интеграция двух систем. Таким образом, никакого дополнительного оборудования для обеспечения работы тревожной кнопки устанавливать на транспортные средства не требуется, что, соответственно, значительно упрощает задачу подключения и экономит денежные средства перевозчикам. Результаты тестирования системы централизованной охраны и общественного транспорта были признаны убедительным во всех пилотных регионах. О пилотных регионах тоже очень подробно рассказывали, с примерами, так что повторяться здесь уже не буду. Соответственно, хорошие эффективные результаты позволили обеспечить заключение долгосрочных соглашений между региональными предприятиями пассажирского транспорта и территориальными подразделениями Росгвардии на обеспечение общественной безопасности. Эффективность этих решений подтверждается статистика предотвращения правонарушений на примере ГУП в Санкт-Петербурге в городе Татранс. Статистика представлена, также уже проговаривали, даже суммы сэкономленного вследствие причинения и ущерба. На различных форумных площадках мы уже не раз информировали экспертное сообщество о реализованном проекте по привлечению Росгвардии к обеспечению правопорядка на общественном транспорте. Сегодня во многих регионах система централизованной охраны пассажирского транспорта работает в штатном повседневном режиме. И в заключении, я уже скажу, что наше предложение в резолюцию с учетом положительного опыта пилотных регионов рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации совместно с территориальным подразделениями Росгвардии использовать систему централизованной охраны транспортных средств для обеспечения общественной безопасности на городском пассажирском транспорте. В принципе, на все. Спасибо. Спасибо, Рима Михайловна. Теперь я даю слово для вопроса в зале. Добрый день. МОК Метроэлектротранс, Казань. У меня вопрос к Владимиру Викторовичу. Тревожная кнопка – это очень хорошее решение, отлично. Цена вопроса какая? Ну, собственно говоря, цена она совершенно социально ориентированная, будем так говорить. То есть в различных субъектах у нас тарифы несколько разнятся, но тем не менее они приравнены в каждом субъекте к охране квартиры, условно говоря. Вот, Марат Федорович, подскажите нам. То есть стоимость 562 рубля, я просто без микрофона я озвучу, да? Вы меня поправьте, если я ошибаюсь, 562 рубля в месяц за одно транспортное средство. Вне зависимости от количества вызовов, выездов. Коллеги, еще есть вопросы? Давайте тогда в рабочем порядке можем еще это отсудить. Спасибо, Леонид Николаевич. Коллеги, у нас следующий доклад, если готов в режиме онлайн. Панов Алексей, МФ Тариф. Тогда я там попрошу коллег подготовиться и выпустить его через докладчика. Я предоставляю слово, мы переходим к цифровизации, так, да, от безопасности, таким образом, да. Представлю слово Владимиру Валдину. Владимир Валдину, вчера выступал на пленарке с докладом. Сегодняшняя тема его выступления это расчет транспортного спроса и его прогнозирования. Владимир Валдину. Коллеги, добрый день. Вот так получилось, что два доклада оказались у меня, в связи с небольшими изменениями в составе нашей команды. Но они в любом случае очень сильно перекликаются. И если вчера мы с вами рассмотрели, поговорили о том, как ИТС, как цифровизация общественного транспорта используется для его развития, то сегодня я бы хотел коснуться чуть более подробно одного из аспектов. Вот как раз вчера было выделено в планировании это отдельная тема для отдельного разговора. Так вот, того самого планирования общественного транспорта, которое осуществляется в составе транспортных систем городов и которое включает в себя такой важный аспект как работа с данными. Ну, наверняка все слышали такое выражение как ерунда на входе, ерунда на выходе. производится из английского garbage in, garbage out. Но смысл этого высказывания, которое пошло из сферы программирования, он такой, что если у вас на входе некорректные данные, то не ожидайте получить на выходе что-либо качественное. Ну, вот в порядке дополнительного представления нашей компании и какое отношение мы имеем к данным, тут небольшая статистическая сводка, что такое компания Эсиметра. Мы существуем на рынке уже более 15 лет. Наша основная специализация это транспортное планирование и моделирование. За последние годы мы в основном сделали очень большой прорыв вперед в сфере IT, развитие собственной платформы для транспорта, не только планирования, но и оперативного управления, о котором речь шла вчера, но тем не менее проекты именно по развитию транспортных систем, они остаются одним из акцентов нашей компании. Ну, в частности, здесь перечислены основные проекты, которые были сделаны нами за последние годы именно в сфере общественного транспорта. Наша работа с общественным транспортом началась с 2011 года в Петербурге. Ну, казалось бы, такое как бы малозначительное, кажется, событие, как восстановление движения трамвая по одной из закрытых для трамвайного движения улиц. Но, тем не менее, как сказал Великий Мудрец, путь длиной в тысячи начинается с одного шага, так и тут. Вот это обоснование восстановления трамвайного движения по Садовой улице, оно произвело маленькую революцию в головах у многих транспортников. Именно на улице наших городов вернулись двуголовые трамваи, вернулся тупиковый оборот, который позволил очень сильно поднять репутацию этого вида транспорта, расширить возможности, показать специалистам, занятым в процессе, насколько трамвай может работать по-другому и занимать другое место в составе городских транспортных систем. Ну, а современные проекты, они более масштабные, это проекты по развитию целых региональных или городских транспортных систем, естественно, с развитием маршрутных сетей, с развитием дополнительных систем транспорта, но вот из последних таких наиболее крупных проектов, в которых мы принимали участие, это Таганрог, Таганрогский трамвай, который вот сейчас уже поехал, это второй в России контессионный, второй в России контессионная маршрутная транспортная сеть, и получает большое развитие проекта в Ростове-на-Дону, уже Ростовской области. Задачи, которые решаются при планировании общественного транспорта, это такой достаточно большой список, здесь мы приводим только небольшой перечень из этих задач, но здесь самое главное, что необходимо понимать, что само планирование системы общественного транспорта, которое должно лежать в основе любых преобразований и любого развития, оно неотъемлемо от работы с транспортным комплексом в целом, то есть какие-то решения на основе таблиц Excel, грубо говоря, на коленке, они в принципе могут работать в пределах одного транспортного предприятия и может быть даже успешно, но это в любом случае такие очень локальные решения, которые будучи чуть более расширенными на территорию, может быть, там не города, маршрутного пуска, уже начинают очень сильно сбои. Ну и понятно, что если город это живой организм, регион, агломерация живой организм, то и говорить можно о том, что работать надо со всей транспортной сетью и со всей транспортной сетью вот этого региона в целом. Ну а основа транспортного моделирования, она такова, что если транспортная модель построена корректно, то у нас есть две основных составляющие, это транспортный спрос и транспортные предложения. Транспортный спрос это то, собственно говоря, куда хотят поехать люди. Транспортные предложения это набор тех путей сообщения, набор тех модальностей, с помощью которых они могут передвигаться. Обычно мы рассматриваем укрупненно четыре модальности, это индивидуальный транспорт, общественный транспорт, Велосипедные и пешеходные движения. Пока что в российских условиях велосипеды, кроме отдельных очень продвинутых городов, кстати, в том числе Метевска, в Катарстане, они не настолько развиты. Но методика предполагает расчет такого нематеризованного способа перемещения. Остановимся чуть больше на общественном транспорте, так как сегодняшняя наша тематика касается именно общественного транспорта. На этом слайде представлены те этапы, которые необходимо произвести, те этапы работ, которые надо произвести для того, чтобы можно было построить вот эту корректную модель. Достаточно длительный процесс, который занимает от нескольких месяцев до более чем года в зависимости от системы. Но здесь основополагающими является вот эта верхняя строчка, три, а может быть даже два, две первых составляющих. Это данные. Это сбор данных, анализ данных и выявление проблем. Как вы видите, эти стрелочки, они двунаправленные везде. Понятно, что на каждом из этих этапов приходится постоянно возвращаться к предыдущему этапу. В качестве исходных данных рассматриваются транспортный спрос, транспортные предложения. В целом это то, о чем я вам говорил. Рассматриваются источники данных самого широкого спектра. Обычно это достаточно стандартизированный набор. Это данные, которые предоставляются заказчиками, администрациями, как правило, или же транспортными компаниями. Это большой объем статистических данных, данные открытых информационных систем, картографических сервисов, отчетность перевозчиков, ну и, естественно, данные замеров. Транспортное районирование предполагает, что территория города делится на такие маленькие кластеры, каждый из которых примерно однороден и включает в себя территорию, где формируется примерно один и тот же уровень транспортного спроса. То есть, ну, в идеале транспортный район – это один дом, но понятно, что до такой подробности мы опуститься не сможем, потому что просто на это физически нет времени, хотя современные системы это позволяют сделать. Социально-экономические показатели очень важное значение имеются. Это статистика, это планы, проекты, которые существуют по данной территории, которые позволяют говорить о том, сколько же жителей проживает, где в каком транспортном районе, какие расположены рабочие места, учебные заведения, учреждения соцкульт-быта и так далее. Характеристика подвижности населения – это параметр, который определяется в основном аэсетологическим опросом, проводится точечный аэсетологический опрос из расчета, ну, где-то как минимум 3000 анкет надо рабочих получить на 600-700 тысяч населения. Транспортные потоки – это исключительно замеры. В ряде городов сейчас уже достаточно хорошо развит такой элемент ЭТС, как слежение за транспортными потоками в режиме онлайн, и данные можно получить с тех комплексов видеофиксации, которые уже смонтированы. Но с учетом того, что постоянно идут какие-то изменения, далеко не всегда хранятся эти потоки, далеко не всегда они имеют нужное качество, нужное разрешение, мы делаем съемку самостоятельно, прицельно, именно применительно к данному району. Ну и пассажиропотоки общественного транспорта – это, видимо, то, что нас тут всех в той или иной степени волнует больше всего. Это тот показатель транспортного спроса, который формируется непосредственно на борту, но и наиболее сложный для учета показатель. Так как понятно, что пассажиропотоки можно померить, можно их посчитать, если есть какие-то данные учета, но на этом пути всегда возникают какие-то сложности. Во-первых, транспортная сеть, она постоянно меняется. И если мы говорим о каком-то городе, где сейчас пандемия, тут сейчас все непонятно вообще, как считать. Но вот если мы говорим о каком-то ретро-периоде, например, 2019 год, наиболее показательным был для большинства транспортных систем, на которых можно строить какие-то прогнозы, то в течение даже вот этого 2019 года в любом крупном городе проходило большое количество изменений по сети. Поэтому, соответственно, даже если в этом городе есть совершенно идеальные данные, собранные с валидаторов, допустим, такой фантастический город существует, где все идеально один к одному, то все равно ошибка в любом случае будет присутствовать в связи с тем, что сеть в течение года изменялась. Эти данные, они, как правило, дают только накопление по конкретному маршруту, которые могут к тому же в течение года открыто-закрыться, в виду измениться достаточно сильно. Замеры на борту транспортных средств – это тоже достаточно эффективный способ работы с данными. Но, тем не менее, он точно так же имеет свои покрешности, потому что это очень дорогостоящий способ. Он во многом субъективный, потому что, опять же, померить полный выпуск невозможно. Можете представить, какие-то будут сумасшедшие деньги. Ну и кроме этого существует огромное количество случаев, когда замеры по ряду причин производить невозможно. И чаще всего в тех проектах, с которыми мы работали, проблема номер один – это сопротивление перевозчиков для таких замеров. Ну, замеры на остановках можно делать практически везде. Замеры на остановках – они фактически ничего не говорят о транспортной сети, кроме того, какой пассажирооборот по той или иной остановке есть. Вот в данном случае мы рассматриваем эти показатели только как показатели для калибровки модели. То есть, когда мы калибруем модели и соотносим с спрос-предложением, нам важно знать, на каких остановках сколько народов в течение дня, в течение часа входит и выходит. Ну, замеры в течение сети темы перекликаются, с тем, что сейчас говорили коллеги из Ространснадзора. Мы выявляем фактический выпуск, потому что очень часто, особенно по городам, где работает нерегулируемый тариф, ну, сейчас в меньшей степени, еще там буквально год-два и ранее, в большей степени наблюдалась ситуация, когда выпуск транспорта на линию, ну, мягко скажем, не совсем соответствует реестровому. И более того, есть варианты как в суток и в другую сторону, потому что реестр определяет только максимальное количество машин на маршруте, а фактически их может быть намного меньше, и этот выпуск может колебаться по времени суток. Ну, и также немаловажный результат таких замеров – это выявление нелицензированных перевозок. Как правило, потом по мере обработки, если есть какие-то сигналы о том, что работает нелегальный перевозчик, ну, машины этого нелегального перевозчика, они все видны, они в итоге попадают в статистику, и по вместимости обрабатывается какой же у этого нелегала может быть пассажиропоток. Транспортные предложения – это набор тех данных, которые формируют, как же, собственно говоря, люди ездят на этом общественном транспорте. То есть это расположение остановок, это карты, вот те самые перевозчики, ну, и самое главное здесь вот эта информация, о которой мы с вами говорим – это пассажиропотоки. То есть сколько же народа, как, где, в каком режиме пользуются, и каким образом они перемещаются по данной сети. Алгоритм расчета транспортного спроса, то есть это первый этап, он включает данные и такие же постоянные перепроверки. Когда мы внесли, когда мы создали модель, сформировали транспортный спрос, предпосылки для транспортного спроса, внесли показатели транспортного предложения, начинается процесс калибровки, а калибровка – это процесс соотнесения представления транспортной модели с тем, что происходит на улице. Вот, ну, если так вот буквально говорить, то модель может считаться качественно откалиброванной, когда то, что происходит у нас на компьютере, оно полностью соответствует тому, что происходит на улице за окном. Вот такой достаточно длительный процесс, наиболее сложный, наиболее трудоемкий в процессе транспортного моделирования, но без качественной калибровки модели добиться того, чтобы на этой модели можно было делать качественный прогноз, невозможно. То есть создание модели, ее калибровка – это самая трудоемкая часть вот этого процесса по созданию транспортной модели. Ну, вот если конкретно вернуться к пассажиропотокам, что здесь можно выловить в процессе обработки данных, что обычно вылавливается? Ну, во-первых, это модальное расщепление. Ну, в частности, у нас был опыт работы с городом Оренбургом, где, как выяснилось по опросу, очень высокая транспортная подвижность, порядка 3,5 на человека. То есть это намного выше, чем в других городах. Как потом выяснилось, с чем связана эта транспортная подвижность, то, что в городе Оренбурге просто отсутствует пешеходная инфраструктура, и для того, чтобы зимой переместиться буквально там на километр в сторону, люди предпочитают ехать на пазиках, чем убивать свою обувь. То есть вот эти 20 рублей, они просто обходятся дешевле. Вот поэтому так вот выявилось в конечном итоге, насколько вы запятен транспортный спрос. Но вот как раз по опыту Оренбурга, где нашим сотрудникам не дали проводить замеры на борту, перевозчики воспротивились, говорили, что нет, это наша интеллектуальная собственность, ничего вы тут мерять не будете. Ну, что сделать? Пришлось работать другими способами и балансировать транспортный спрос и транспортные предложения другими способами, чисто математическими, потому что, например, данные в сечении у нас есть, у нас есть информация, сколько выпускают пазиков, у нас есть сведения, собранные, агрегированные по транспортным системам Российской Федерации, сколько же должен перевозчик увезти автобус малой вместимости, средней вместимости, большой вместимости, сколько людей. Причем, в принципе, цифра, она примерно одинаковая для любого города, без разницы, какая там величина тарифа, потому что в каждом районе своя стоимость рабочей силы, свое соотношение доходов и расходов. Ну, и примерно известно, что для того, чтобы пазик был интересен его владельцу, он где-то должен привозить минимум 350 человек в день на маршруте, которые платят разовый тариф. Ну, и также известно, что нерегулируемый тариф или маршрутка, по сути, нерегулируемый тариф – это и есть та же самая маршрутка, просто переобозванная. Вот он предполагает то, что автобус ездит только тогда и только там, где есть пассажиры. Поэтому, зная вот такие показатели, можно достаточно точно выйти на порядке расчета того, сколько же на самом деле народу пользуются этой транспортной системой. Когда получаются данные таким вот образом, как в датамайнинге, в интеллектуальной добыче данных, можно найти большое количество моментов, где официальные данные, причем чаще всего не со зла, а просто по той причине, что у нас в стране, к сожалению, очень низкая культура работы с данными и очень часто подменяются базы данных просто хранением данных в машинной форме. То есть, если у вас есть файл в Варде, то кто-то может сказать, о, у меня же есть данные, я храню эти данные в виде базы. Это просто файл в Варде, это набор букв, не более чем. Вот такое вот очень много, где существует по-прежнему, и это как раз является одной из причин, почему информация у администраторов расходится с ситуацией в жизни. Ну и, конечно, на основании вот таких данных можно оценить экономику перевозок, понятно, что есть позиции 158-го приказа, есть позиции, которые перечислены в положении у расчета экономически обоснованного тарифа, ну и, зная такие показатели, зная реальный пассажиропоток, можно выйти примерно на баланс той ситуации, которая в том или ином городе складывается. Ну вот уточнение статистики, уже еще один из одних примеров. Город Наганрог, когда по одному и тому же маршруту ездит регулируемый, нерегулируемый тариф, причем это может быть один и тот же пайсик фактически, то есть один и транспортного средства. Но по нерегулируемому тарифу по маршрутке дается пассажиропоток статистику один, а по регулируемому, который ездит, к тому же, по два раза реже, совершенно другой. Ну вот понятно, что когда у нас в модель заносится тот или иной вид перевозок, у них есть свои коэффициенты, свои порядки перерасчета, и применение вот такого интеллектуального майнинга данных, оно позволяет найти баланс и выявить, сколько же на самом деле перевозит этот автобус. Ну понятно, что 10 человек на рейс в городе средней провинциальности, это нереальные совершенно цифры, и этот автобус просто не мог бы существовать, если бы он возил именно столько людей. Логическая оценка потока примера из того же самого Оренбурга, там, где нам не дали изначально работать по замерам, но при этом были даны показатели перевозок муниципального перевозчика. Вот как раз я вчера задавал вопрос коллегам, известно, насколько конкретно оседает у кондукторов денег при вот таком виде сбора платы. Ну и как раз на примере Оренбурга тогдашнего было выяснено, сейчас там, наверное, все уже стало замечательно, то, что каким-то образом через кондукторную систему оплаты может не доходить до 10% наличной выручки. Но это на самом деле не такие большие деньги, не такое большое количество неучтенных транзакций, но тем не менее, зная такие поправочные коэффициенты, можно было по каким-то маршрутам начать калиброваться, и зная, какой объем автобусов ездит по нерегулируемому тарифу у частных перевозчиков и какие у них должны быть минимальные нормы рентабельности. Таким образом, удалось выйти на показатели примерных объемов перевозок, которые изначально всех шокировали. Но перевозчики очень долго говорили, что нет, господа, такого не может быть, это все неправда. Он говорит, хорошо, давайте мы сделаем тотальное обследование и выясним, а сколько же все-таки правда. Нет, это все неправда, у нас в городе депопуляция, у нас нет столько народа. Нет, ну давайте посчитаем. Окей, вот мы считаем уже три года примерно. Это просто показатель того, насколько все это было рассчитано. Ну и существуют еще приемы дополнительные, когда у нас есть, например, данные по автоматической валидации, но эти данные неполные. Это тоже пример, который рассматривался уже по другому проекту из Оренбургской области. Вот тут мы пытались высчитать на базе имеющихся данных в зависимости от валидации, какая же действительно может быть выручка, какой может быть пассажиропоток на тех или иных маршрутах. Причиной было, то есть посылом для такого метода обработки данных было то, что мы предполагаем, что у муниципалов данные сходятся достаточно хорошо, но при этом частные перевозчики начали тоже принимать эти карточки. Получается некий такой разброс по количеству привезенных пассажиров. Достаточно длительный процесс шел по выявлению коэффициента корреляции. Более-менее работающий коэффициент корреляции между транзакциями фактическими и теми транзакциями, которые между пассажиропотоком и фактическими транзакциями вывели его через коэффициент льготников. Но вот как показывают кривые, здесь, наверное, видно на экране, что далеко не во всех случаях удалось это получить. Потому что если кривая коэффициента льготников к общему количеству валидаций, приобретая такие причудливые формы, и при этом совершенно явно видно, что это не сезонный маршрут, как на одном из графиков здесь, то понятно, что такие данные использовать можно с очень большой натяжкой, и приходится возвращаться к тому лобовому методу анализа пассажиропотоков, о котором я говорил, просто чисто по выпуску, по замерам количества транспортных средств на улице. Ну и, естественно, возвращаясь к началу разговора, что если транспортная модель не откалибрована, ни о каких прогнозах, ни о каких расчетах транспортной сети, транспортной работы на будущее, корректной речи быть не может. Вот мы получим, в лучшем случае просто набор картинок. То есть если же модель откалибрована, если у нас есть достоверные, насколько это может быть, данные социально-экономической статистики последующих периодов, то качество прогнозирования даже на пятилетний срок практически идеальное. Качество прогнозирования на более отдаленные периоды, оно несколько размывает, в связи с тем, что ситуации жизни, наверное, немножко расходятся с теми данными, которые можно добыть в момент прогнозирования. Но, тем не менее, если переходить на такие макротермины, то есть система магистральных маршрутов, система маршрутов, которые требуют инфраструктурных вложений, она на таком вот инструменте просчитывается с высоким уровнем точности, с высоким показателем точности на горизонте где-то 10-15 лет совершенно свободно. То есть это, в принципе, очень хороший уровень прогнозирования с числами, со 158 приказом, с выручкой, с пассажиропотоком. Ну а если мы берем такие всякие плохо рассчитываемые показатели, как индуцированный спрос за счет качества, как административные меры по успокоению потока, по переключению модальностей с индивидуального транспорта на общественный, то, соответственно, те цифры, которые получаются, их можно рассчитывать минимальными. Но еще раз повторюсь, что для того, чтобы выйти на такое качество, которое позволяет прогнозировать и позволяет финансистам на стол класть те документы, которые для них окажутся достаточно убедительными, чтобы начать вкладывать деньги в этот регион, в ваш регион, в регион ваших коллег, вот необходим очень качественный, скрупулезный подход к обработке, к сбору и к обработке исходных данных. Ну вот, у меня все. Большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, буду рад ответить. Спасибо, Владимир Владимирович. Нет вопросов? Спасибо. Сколько стоит? Ну, знаете, ну, это вопрос, на самом деле, как говорят, от рубля до миллиона. На самом деле есть статистика по стоимости работ. Вот. Если, то есть, минимальная, если стартовая цена по модели, по разработке, вот, ну, это может быть титул либо разработка ДПРП, либо разработка КСО, где мы больше делаем упор, либо на сеть, либо на доступность. Вот, где-то на город начинается от 15-17 миллионов рублей. Вот. Сколько до, сказать очень трудно, потому что вот, можете посмотреть сами цифры, они все на госзакупках есть. Могут тарифы доходить и там и до 80, и до 100, но это не наша цифра. Реально, все-таки это меньше. Вот, миллионник, это где-то от 35, наверное, где-то так. Вот. Но надо смотреть нюансы. Вот. Но меньше 15, если кто предлагает такие решения, это, ну, скажем так, это не очень профессиональные люди. То есть, качество будет соответствующее. Потому что модель сама очень дорогостоящая, очень дорогостоящие как раз замеры, дорогостоящих обработкой, и вот то время, которое требует именно на создание модели, на ее калибровку. Это работает целая бригада людей с очень, то есть, далеко не самых низкооплачиваемых на протяжении минимум 5-6 месяцев. Плюс задействуется дорогостоящий софт. То есть, вот это то, что составляет ядро вот стоимости этого проекта. Вот. Ну, а дальше уже надо смотреть, то есть, чего мы хотим добиться. Если мы хотим добиться качественного результата, то вообще реально время разработки моделей, время разработки документов транспортового планирования на региональный центр, ну, нормальное время – это год. Реально, получается, чаще всего в конкурсах запрашивает и меньше, мы укладываемся, вот, но это требует достаточно большого напряжения, и потом все равно какие-то вопросы возникают в процессе, которых могло бы не возникнуть, если бы мы это решили, то есть, если бы у нас был больше запас по времени. Вот мы их решаем, все работает, и мы уже видим эти результаты, которые оно приносит на Земле. Спасибо, Владимир Владимирович. Я сейчас хотел бы передать слово, ну, так сказать, мы немножко отойдем от цифровизации, да, и уклонимся, так сказать, в академическую несколько сферу, да, предоставить слово директору Института транспортных сооружений. Казанского государственного архитектурно-строительного университета. В имену Алексей Юрьевич. Алексей Юрьевич, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте представить вашему вниманию наш опыт внедрения научно-инновационных разработок нашего университета, Казанского государственного архитектурно-строительного университета в образовании и производстве дорожестроительного комплекса. Говорить я буду в основном об Институте транспортных сооружений, которое я представляю, как о структурном подразделении КГСУ. Сразу отмечу, что в рамках основных образовательных программ и профилей подготовки напрямую мы не изучаем безопасность на транспорте, но в масштабах транспортной инфраструктуры, транспортной среды все мы понимаем, что никакая безопасность на транспорте не может существовать без качественной автомобильной дороги, безопасности, организации этой безопасности, движения, моделирования транспортных потоков, то есть тех вопросов, которые изучаем непосредственно мы. Позвольте несколько слов сказать о нашем университете. На сегодня КГСУ представляет собой современный мощный научно-образовательный кампус мирового уровня, имеющий 90-летний опыт становления и развития арт-структурного строительного образования Республики Тарстана и России в целом. Ну, кто-то знает, кто-то нет. Значит, одним из критериев показателей качества является у нас средний балл ЕГЭ, да? То есть, так вот, у нас высокий балл ЕГЭ составляет он 7,6 балла, то есть качественный показатель. А сама образовательная деятельность у нас организована по четырехступенечной формуле, да? То есть это долгузовское образование, то есть подготовительные курсы для школьников. Среднеспециальное образование, так создан образовательный кластер, куда помимо КГСУ входит еще пять колледжей, реализующих программу подготовки по арт-структурным и строительным управлениям. Программы КГСУ и колледжи прошли валидацию, что позволяет сократить срок обучения выпускникам колледжи при поступлении в КГСУ. В КГСУ организованный курс повышения квалификации и профессиональная подготовка кадров дорожно-строительной отрасли. Высшее образование бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура. Данная формула позволяет оперативно и качественно отвечать вопросам реального сектора экономики, в частности, дорожно-транспортного комплекса. Как мы оцениваем качество наших выпускников? Качество выпускников мы оцениваем по двум основным критериям. Это по результатам Всероссийской студенческой олимпиады и конкурсу выпускных коллекционных работ, провозимых в рамках Ассоциации строительных вузов. Из слайдов видно, что КГСУ в общем зачете в СО находится на первом месте. Аналогичная ситуация наблюдается и по конкурсу ВТР, выпускных коллекционных работ. Одним из трендов развития в последние 10 лет нашего университета является направление по созданию научно-образовательных и проектных центров, так называемых НОЦов. Качественному обновлению пространств, объединяющих научные исследования и инновационную образовательную среду, которые по оснащению отвечают требованиями мирового уровня и являются одним из лучших в стране по направлениям своей деятельности. Используя подходы ревитализации, в настоящее время в КГСУ созданы и успешно функционируют следующие пространства и центры. Так, если говорить об Институте трансных сооружений, в текущем году был торжественно открыт научно-образовательный центр «Дороги РОДС». Центр является структурным произведением Института трансных сооружений, осуществляет разработку и внедрение ресурсов и заберегающих технологий, дорожного строительства, контроля качества объектов, транспортной структуры и Республики Торстан. Состав центра входит в три лаборатории. Это диагностика и прогнозирование, дорожно-строительное материаловедение и направление мостов и тоннелев. Отдельно хочу сказать о научно-исследовательской деятельности Института. В основном она включает три направления. Все вы знаете, что на сегодняшний день Республики Торстан существует и разработана, и реализуется программа соединения сельских населенных пунктов. Очень важная задача, которую нам встает руководство Республики. Второе – это возможность применения различных материалов местного происхождения в замене дорогостоящим привозным и утилизация техногенных отходов и побочных продуктов различных промышленных производств. Если говорить о первом направлении, оно заключается в том, что на протяжении последних лет мы реализуем разработки. осуществляется эта работа с 2013 года. То есть совместно с Минтрансом РТ, ГКУ «Главтодольтранс» главным заказчиком по Республике Торстан в рамках проводимых НИОКР нашими учеными во всех районах РТ производится внедрение наших разработанных материалов на основе местных укрепленных грунтов, щебней, песков, маловостребованных. Значит, разработан у нас типовой альбом эффективных конструкций дорожных одежд. Значит, четвертый и пятый технических категорий наиболее востребованных с точки зрения транспортной структуры Республики. Ну, если говорить, значит, внедрено у нас более 28 объектов. Что-то у нас... Более 28 объектов, значит, общей протяженностью, да, то есть приведены свойства. То есть по свойствам могу сказать, что они соответствуют требованиям СП и ГОСТов, то есть по экономике более дешевые. Значит, кроме того, кроме того, если говорить непосредственно ближе к теме, да, ближе к теме, одним из направлений наших научно-технических работ является моделирование транспортных потоков и разработка проектов организации дорожного движения. На слайде видно. Значит, здесь основными заказчиками выступают крупные строительные организации, как, например, Унистрой и Акпарас Девелопинг. Получаемые данные позволяют оценить состояние транспортной сети и дать рекомендации по ее дальнейшему развитию. Также для управления состоянием автомобильных дорог внедрена информационная система ТИПЛ-2005, позволяющая иметь единую базу данных о цифровом формате по транспортационному состоянию дорог. Значит, также по контракту с ГБУ-БДД в 2018 году мы разрабатывали проекты по устройству сети автоматического весогабаритного контроля. Значит, на сегодняшний день практически реализовано 12 пунктов таких весовых весогабаритных контролей, то есть пунктов, да, позволяющих в автоматическом режиме без остановки транспорта фиксировать нарушения установленных параметров. Значит, если говорить о структурных подразделениях университета, всего их, кроме нашего института 4, это институт строительства, это институт архитектуры дизайна, институт экономики и институт строительных технологий и инженерно-экологических систем. В разрезе данных институтов также организованы НОЦ, то есть вот в данном случае на слайде НОЦ «Прочность». Этот центр оснащен современным оборудованием на базе цифровых и BIM-технологий, в том числе уникальным парком прессового оборудования, реконкурируемым силовым стендом, учебными стендами для проведения испытаний, анализа работы реальных строительных конструкций в различных условиях эксплуатации. Если говорить об институте архитектуры и дизайна, это инновационное пространство Buffett Space, творческая общественная площадка для экспериментального проектирования студентов-архитекторов, проведения мастер-классов, лекций, семинаров с приглашением отечественных и зарубежных специалистов области архитектуры и дизайна. Центр инженерных систем строительства Systems, системы на базе центра выполняется разработка и научно-технические сопровождения проектов создания энергоэффективных инженерно-строительных систем. Центр технологии, технологии, создан для внедрения перспективных разработок в области материаловедения и сертификации строительной продукции. Еще одним центром в институте архитектуры и дизайна является городское планирование Urban Planning, то есть инновационная площадка, основанная на концепции практико-ориентированного образования, направленная на повышение эффективности подготовки кадров по направлению гаражно-строительства, научных исследований, проекта деятельности по развитию территорий и другим подобным направлениям. Если говорить о перспективах, то в перспективе у нас открываются еще шесть центров. Это центр реставрации архитектурного наследия, значит, соответственно, лаборатория архитектурной физики, значит, соответственно, архитектурно-проектное пространство АрхТЭП, деревянного зодчества АГАЧ и центр долговечности. Ну, в заключении отмечу, что мы готовы открыть для сотрудничества в рамках проведения совместных научно-исследовательских работ и мероприятий, проектных работ, а также в сфере переподготовки кадров. В этой связи, пользуясь случаем, позвольте всех присутствующих пригласить в наш университет. У нас классно, у нас много чего интересного, есть что показать. Все покажем, расскажем, как говорится, наглядно и на доступном языке. Спасибо за внимание. Спасибо, Алексей Юрьевич. Абитуриентов и аспирантов из других регионов принимается? Безусловно. Даже из дальнего зарубежья, в основном страны Африки. Будем от форума рекомендовать. Спасибо Институту транспортных сооружений, спасибо Казанскому университету архитектурно-строительному за участие в комплексе, за участие, простите, в форуме в нашем. Да, Алексей Юрьевич, спасибо большое. Спасибо. Коллеги, у нас остался один маленький блок, и это два доклада. Этот блок посвящен вопросам безналичной оплаты проезда. Я думаю, что для присутствующих взяли перевозчиков. Это будет достаточно важно и интересно. В режиме онлайн я предоставляю слово Алексею Панову, компании МАФТАРИФ. Пожалуйста, Алексей. Коллеги, добрый день. Добрый день, Владимир Владимирович, добрый. Рад приветствовать вас на форуме транспортная среда. К сожалению, не получилось у нас поприсутствовать точно, но попробую я сейчас кратенько рассказать о нашей компании, о том, чего нам удалось добиться за время нашей работы. Компания наша из Санкт-Петербурга занимается разработкой и производством системы автоматизированной оплаты проезда на общественном транспорте. За более чем 25 лет работы мы прошли путь от систем на базе ручных контроллеров кондуктора до уже более современных систем на базе стационарных валидаторов. И начиная с 2021 года, переходим на систему более комплексную к нашей системе оплаты проезда. В дальнейшем подключается не только оборудование непосредственно для оплаты проезда, а также дополнительные мультимедийные комплексы для сбора дополнительных данных. Это могут быть как медиапанели, как системы видеонаблюдения и прочие возможные датчики. Наша компания занимается производством полного комплекса, начиная непосредственно от конечного оборудования, так и разработкой программного обеспечения полного цикла. Это программное обеспечение как серверной части, то есть непосредственно сами процессинговые центры для систем оплаты проезда, так и программного обеспечения для пунктов продажи, для агентов и прочих участников системы. К сожалению, нам на сам форум приехать не удалось, но на форуме присутствуют наши коллеги из ПАО Ростелеком, Буров Иван Николаевич и Саракин Андрей Евгеньевич из АО НИИ Вектор, с которыми на недавно прошедшем в Санкт-Петербурге форуме мы подписали соглашение о сотрудничестве и разработке и реализации новых систем и программного обеспечения для решения задач пассажирского транспорта. В части данное соглашение включает в себя реализацию проекта по разработке и производству инновационного специализированного бортового оборудования. Впоследствии будет создан совместный центр по разработке для новых систем оплаты и новых систем программного обеспечения. Акцент у нас будет сделан на создании аппаратных комплексов, которые должны уже существенно отличаться от того, что представлено в данный момент на рынке. На текущий момент наша система в последствии длительных модернизаций в связи с тем, что так или иначе рынок систем оплаты проезда стремительно меняется. То есть мы планомерно прошли этап от оплаты проезда наличной до уже более современных средств оплаты проезда, таких как и транспортные карты, и банковские карты, и оплата различными платежными приложениями, оплата телефонами. И наша система позволяет, не внося существенные коррективы и в программное обеспечение, и в аппаратную часть модернизировать ее для всех дальнейших нововведений, которые так или иначе появляются. Если кратко, то, наверное, все. По возможности ждем вас в Санкт-Петербурге. Мы вас с радостью встретим, сможем показать более подробно и рассказать и о нашей компании, и о наших разработках. И если у вас какие-то вопросы остались, то, пожалуйста, прошу вас обращаться к нашим партнерам, которые сейчас на форуме. Они смогут вам более подробно рассказать всю информацию. Спасибо, Алексей. Иван Буров, ваш коллега по Ростелеком в Президиуме присутствует. Если вам нас видно, то, наверное, вы это видели. Спасибо. Желаю вам, прежде всего, выздоравливать поскорее. Спасибо. Рад, что вы не смогли прилететь. Спасибо, что выступили на режиме онлайн. Вопросы есть к докладчику? Спасибо, Алексей. Вопросов нет? Спасибо. Коллеги, я предоставляю слово представителю компании «Золотая корона» Игорю Александровичу Денисову. Да, Александрович, пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники форума. Меня зовут Игорь, компания «Золотая корона». Все включено. Сегодня хотелось бы, используя опыт наших проектов, поговорить о том, какие тенденции на рынке автоматизированных систем оплаты проезда есть сейчас, чтобы правильно ориентироваться в прорывных технологиях цифровизации пассажирского транспорта. Компания «Золотая корона» с 2006 года развивает проект автоматизированных систем оплаты проезда электронной, проездной. Опыт внедрения действующих в 37 регионах страны, а также модернизация существующих систем, как в Московской области, в Уфе, в Перми, в Липецкой области, позволяет нам и нашим партнерам формировать и выстраивать наиболее эффективную модель транспортной работы региона. То, как увеличивать функционал, решая задачи региона, региональную специфику, обеспечивать надежность системы и, как следствие, минимизировать риски при внедрении современных технологий и инвестиций в цифровизацию отрасли. Мы внимательно следим за вызовами рынка, на что необходимо ориентировать свою разработку, для того, чтобы у региона, у администрации, ну, собственно, у вас были все самые разнообразные инструменты, которые будут давать возможность вам строить систему по вашему усмотрению, а не использовать только то, что кто-то навязал, ну, там, с парой десяткой бэушных автобусов, в троллейбусах. Давайте посмотрим, какие тренды есть в АСОП. Ну, в первую очередь, на транспорте должны приниматься абсолютно все средства платежа. Транспортные карты. Здесь используем мы технологию ЕТК онлайн. Это когда денежные средства не хранятся на карте. Это позволяет развивать доступное пополнение карт для пассажиров. А также больше возможностей по настройке и применению тарифов. В социальных картах это возможность выбирать старые добрые транспортные персонифицированные карты или, да, на имеющихся на руках у льготников карт МИР, привязывая, записывать проездной по технологии Social ID и пользоваться в транспорте как по правилам системы, да, обслуживать данные карты. Для банковских карт важными параметрами в транспорте должны быть скорость обслуживания пассажира и возможность оплатить при отсутствии связи. А для региона это выбрать или иметь возможность там поменять банк-эквайр, расчетный центр, возможность внедрить оплату по системе быстрых платежей и QR-кодам. Сейчас это тоже один из трендов. Для экономии на эквайринговых платежах, да, так в системе быстрых платежей они дешевле. Ну а трендом следующего года это станет повсеместное использование и внедрение транспортных карт. Это переходя, так скажем, и к мобильности. Здесь все растет, все изменяется, телефон всегда в кармане, а ключи мы все-таки как забывали, так и продолжаем забывать. И когда будет возможность в своем мобильном телефоне по принципу добавления банковской карты точно так же добавить и виртуальную карту, ну и здесь появляется спокойствие, что все платежные средства у меня в кармане, ну и как бы можно дальше пользоваться. Еще одним трендом, который даже вчера у нас на форуме поднял волну споров, это переход на применение, переход или применение новой бескондукторной модели обслуживания пассажиров. Ну какие факторы там были? Это либо пандемия наложила проблему в регионах с кондукторами, их просто нет, некому работать. Либо это задачи там по переходу на 220 федеральный закон, кто-то хочет их внедрять, или же просто перевозчик старается сэкономить на фонде заработной платы сотрудников, кондукторов и установить у себя бескондукторную систему. В любом случае мы разработали широкую линейку терминалов на выбор, как по красоте, это терминалы, как в Москве, так и по карману. Вот в некоторых регионах перевозчикам необходимо было докупить только считыватель в салон, а в качестве консоли водителя или для учета наличных может быть переиспользоваться старый добрый не ЮПОС, кто знает из перевозчиков, а кондукторный терминал. Но скоро был про то, а нужно ли бескондукторное оборудование. Да, оно безусловно нужно, но если объем безналичных платежей достаточно высокий, находится на высоком уровне, таким образом мы и с водителя снимаем задачу по работе с картами, по работе с населением. Он больше занимается тем, что он перевозит пассажиров. А вот как раз для эффективного запуска бескондукторного оборудования мы написали не только программное обеспечение на терминалы, но и создали мониторинг терминальной инфраструктуры, которая позволяет в режиме онлайн собирать полную статистику по работе терминала, контролировать действия персонала на терминалах. А также автоматизированное рабочее место управления инфраструктурой для того, чтобы удаленно загружать программное обеспечение, конфигурацию терминалов, ну, уйти от вот этого старого доброго человека с флешкой, ночью лазящего по автобусам и что-то там меняющее. Это действительно факт, что при введении бескондукторной схемы без должного контроля над зайцами отсутствия нормативных правовых документов, собираемость выручки падает, ну, то есть по нашим проектам это 15-20% ощущалось, но с этим можно бороться, с этим нужно работать, можно работать, разработан нами модуль для ревизоров, помимо проверки пассажиров и регистрации нарушений, также в режиме онлайн мы все это можем видеть, можно проверять самого ревизора, где и когда он был, какие транспортные средства уже проверил. Здесь, там, как бы, говоря о опыте, тоже можно в глуарах поделиться, кому будет интересно. У меня всегда такой большой-большой пример наших коллег из Казахстана, наш проект Анай в Алма-Ате действующий. Это вот у них там постоянно работают 150-200 человек контрольно-ревизорской службы и где-то в течение трех месяцев с помощью там мониторинга нашей системы, да, нашего модуля мониторинга центральной диспетчеризации всех инструментов, так скажем, комплексной автоматизации, они следят за тем, как падает уровень выручки, сидят, наблюдают за этим. Как только он достигает определенного уровня, это там порядка 15%, они увеличивают штат контрольно-ревизорской службы буквально там на месяц, да, на две, на три недели. И, ну, делая таким образом, что на каждой остановке этот ревизор есть, и таким образом приучая людей, что сейчас их проверят, этого эффекта хватает на два-три месяца вернуть все, так скажем, свои расходы на службу КРС, которую они увеличенную потратили, и потратенные расходы за этот период. Еще одним трендом этого года стала потребность регионов использовать свою карту в другом городе, это транспортный роуминг. В России более чем в 55 регионах есть своя региональная особь, а ведь при этом пассажиру должно быть неважно, какая в том или ином городе система установлена. Я вот беру там со своей транспортной карты, хочу поехать в другом городе, но для этого же региону не обязательно и не должно быть нужно ради вот меня такого хорошего, красивого менять целую систему в регионе. Мы как разработчики такую потребность поддержали, и до конца года порядка 10 регионов уже смогут ездить друг к другу в гости по своим транспортным картам. Ну и настаиваем также на интеграционном подходе, это всех со всеми, будь то московская тройка или же петербургский подорожник, причем наша платформа к такой интеграции готова уже сегодня, то есть мы готовы по одной карте из Новосибирска поехать и в Санкт-Петербург, и сегодня можно поехать в Краснодаре. На замену, не замену, а интеграционный подход мы применили также и в вопросе предоставления возможности в кассах автовокзалов или электропоездов оплаты услуг перевозки с помощью транспортных карт ИТК-онлайн на межмуниципальных пригородных маршрутах. Сейчас такие зеленые коридоры выполнены уже в Липецке, в Уфе, Перми и Новосибирске. Транспортная реформа заставляет или позволяет, кому какое слово больше здесь понравится, перевозчикам перейти на новую модель работы. Для того, чтобы эту работу отслеживать, необходимо создавать комплексную автоматизацию. Что мы под ней понимаем? Это консолидация данных и аналитика группы систем, как диспетчеризация автоматизированных систем учета оплаты проезда, либо подсчет пассажиропотока. И все эти системы должны уметь передавать или использовать данные друг друга. И наша задача как интегратора не ломать, а добавлять, улучшать, модернизировать. Ведь в регионах уже работают сегодня свои диспетчерские центры, свои автоматизированные системы, глонассы. Вот наш подход при построении комплексной автоматизации это интеграция существующих систем и создание новых средств автоматизации управления. По комплексной автоматизации опыт работы в этом году это УФА, Челябинская область, Кемерово, Новосибирск. Вот доклад окончил. Спасибо за внимание. Я готов ответить на вопрос, либо пообщаться в Куварах. Спасибо, Игорь Александрович. Есть вопросы к Игоре. Ну, я думаю, что пообщаться, да, действительно, в Куварах можно интересно есть. О чем транспорт на Ромик? Это правильное совершенно решение. Давно назревало, потому что, особенно для тех, кто ездит много из регионов, какие-то прилегающие центры протяжения, там, крупные регионы, да, там, в Москву из прилегающих областей, прилегающих к Московской области областей, там, или в Санкт-Петербург, прилегающие прилегающие, прилегающие к Калининградской области областей, да, то вот этот набор карточек в кошельке, он, в общем-то, достаточно мешает тебе. Но если бы это была одна карта, это было бы полезно. Не говоря уже о таких крупных, да, мегаполисах. А если она будет еще и виртуальная, тогда уже проще, да, один билет на все виды транспорта во всем регионам. Соглашусь, да. За этим должно быть будущее. Спасибо, Александр Александрович. Спасибо вам. Коллеги, несколько объявлений.